Экологической катастрофы авария в Нововянске, которая произошла 5 февраля этого года, не принесла. Такой вывод был озвучен сегодня перед депутатами законодательного собрания на очередном предварительном слушании. О проделанной работе перед думцами отчитали специалисты различных ведомств. Подробности у Екатерины Зубаревой. Работа по ликвидации последствий аварии в Нововянске будет продолжаться до конца лета. Об этом в своем докладе сообщил Ильдус Гизатуллин, руководитель управления Росприроднадзора по Кировской области. Напомню, 5 февраля в районе станции Поздино с рельсов сошел грузовой состав с конденсатом сжиженного газа. 12 цистерн загорелись. Территория, где случилось происшествие, была тщательно обследована. Воздух, почву и воду в реке Вятки с тех самых пор постоянно проверяли. Проведены работы по реабилитации загрязненных участков почвы, вывезена из загрязненной земля с берега реки Вятки. Площадь спланирована. На участке от автомобильной дороги до берега Вятки выполнена работа по расширению водотока, выполнена компенсационная приема для сбора загрязненных талых вод. Работы по реабилитации территории загрязнения в полном объеме не завершены, но основной объем работы выполнен. Отчитались о проделанной работе и представители железной дороги. Они отвечают за благоустройство пострадавшей территории. Забор, вырезка, древесная вывозка, древесных отходов, обработка сорбентом, уборка остатков разрушенных гаражей сделана. Убрать сгоревшие пни, все это тоже сделано. Работы по ликвидации последствий аварии в Нововятске должны быть выполнены до 1 сентября. А вот виновника происшествия, похоже, еще долго не смогут найти. По мнению специалистов, это связано со сложностью экспертиз. Их результаты будут известны только к концу года.